Здравствуйте, уважаемые садоводы и любители! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о хранении саженцев, которые вы приобрели до сроков их посадки. Особенно с этой задачей или проблемой, для кого как, сталкиваются садоводы-любители, которые покупают растения в интернет-магазине. Интернет-магазин до упаковывания саженцев в посылку сохраняет все свои саженцы в достаточно адекватных условиях. В этом его задача сохранить и обеспечить покупателям наиболее качественным посадочным материалом. Вот здесь у меня есть несколько примеров посадочного материала хвойных, лиственных, кустарников, лиан, даже клематис есть, которые любезно предоставлены интернет-магазином Процветок. Вот это вот вечно зеленый протодендрончик. Вот в таком вот виде он рассылается и приходит покупателю через интернет-магазин. Вот это вот клематис, вот это, соответственно, туйка наверняка, смарат, ну и сирень, вот такой вот привитый саженец. Вот здесь вот есть точечка прививки, я ее ясно вижу, поэтому все будет красивое сортовое. Вот эти саженцы находятся в контейнерах и, наверное, это самый легкий и самый простой способ получения саженцев через интернет-магазин или же покупки в гипермаркетах, ну или каких-то садовых центрах. Почему? В этом случае корневая система находится полностью в комфортных условиях. Она вот хорошо здесь проросла, здесь видны корешочки в небольшом количестве, не слишком драматично отсюда выходящими, то есть саженец не переросший и, соответственно, в таком вот виде этот саженец туй может сохраняться достаточно долгое время. Вы при получении его по почте или покупке в магазине вне сроков посадки можете сохранять его просто путем установки на подоконник, ну в какое-то светлое место, потому что он уже функционирует. Если же вы хотите, чтобы он прекратил свой рост и развитие, просто поставьте его в более холодное место. Температура от 0 до плюс 5 градусов вполне подходит и хвойным растениям и рододендронам. Если вы не хотите, чтобы лиственные кустарники, такие листопадные кустарники начали свою вегетацию, то как только вы извлечете из посылки такой саженец, либо же принесете его домой, постарайтесь обеспечить ему низкую температуру. Вот саженцы вот в таком состоянии покоя, когда почки еще не начали распускаться, то есть вот здесь отсутствуют какие-либо признаки зеленого конуса. Вы можете его сохранять при температуре минус 3 плюс 5 градусов. Он у вас практически не проснется. Хотя, конечно, при плюс 5 градусах он уже начнет медленно развиваться и через недельку-две у него появится здесь зеленый конус. Но вполне может быть, что к этому времени подойдет время его посадки на постоянное место. Клематис. Клематис, попадая в тепло, начинает развиваться достаточно быстро. Начинает выдавать вот такие вот длинные побеги, причем при еще даже низкой температуре. Конечно, если вы получили клематис или купили клематис вот в таком состоянии, когда у него уже видны листочки даже немножко и вот такие водянистые побеги, то его нужно или оставить в этом горшочке поливать на свету, сделайте ему какую-то палочку сюда, что он начнет расти и вы будете его подвязывать. И потом пересадите на постоянное место. Или же охладите его, но не до отрицательной температуры, потому что все-таки вот такие вырастающие побеги уже не любят отрицательную температуру и могут повредиться. Конечно же, в процессе хранения вот этих саженцев закрытой корневой системы вам необходимо постоянно следить за влажностью субстрата. Как только субстрат подсох, вам его необходимо снова полить. Если вы планируете сохранять такие саженцы на морозе, то я вам порекомендую закрыть корневую систему в полиэтиленовый пакет, потому что кол может немножечко промерзнуть и для того, чтобы обеспечить влагу там внутри, ведь при морозе не очень-то легко его полить, влага замерзает, для того, чтобы не происходило вымораживание и сушение субстрата в таком небольшом объеме, просто-напросто необходимо его закрыть полиэтиленовым пакетом. Таким образом вы обеспечите более такое хорошее и надежное хранение ваших саженцев. Не рекомендую вам обрабатывать какими-либо химическими препаратами эти саженцы, тем более стимуляторами роста, потому что это как раз обеспечит быстрый рост развития растений, то, что нам не нужно. Ну а после наступления благоприятного периода для посадки, в сущности, когда земля уже оттает, пересадите эти саженцы на постоянное место. Конечно же саженцы, которые находились у вас дома и которые уже начали расти у вас дома, необходимо притянить от палящих лучей солнца, тех которых у вас не было дома в квартире за стеклом, и также от возвратных заморозков. Это можно сделать с помощью спонгонда, мешковины, ну каких-то других подручных средств. Я уверен, что наши советы помогут вам сохранить саженцы до времени посадки в целости и сохранности, которые будут радовать вас пышным цветением или просто ростом, как, например, хвойные. Я надеюсь, что информация наша на нашем канале вам полезна вообще в принципе, вам она интересна, поэтому оставляйте свои комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы, с удовольствием на них на всех отвечу. И для того, чтобы не пропустить наши следующие выпуски, в том числе и о хранении другого посадочного материала, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, вот в этом углу, и оставайтесь с нами. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok